Привет всем! Вы на канале ТОП-Армия. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров столкнулся с критикой со стороны западных стран на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20, которая прошла в Рио-де-Жанейро. По сообщениям, представители высокопоставленных дипломатов США, Великобритании, Австралии, Канады, Германии, Италии, Франции и Норвегии высказали резкие замечания в адрес России в присутствии Сергея Лаврова. Несмотря на это, глава российского МИД проявил спокойствие и терпение, не реагируя на нападки со стороны коллег. Он остался в зале и выслушал все высказывания. После закрытого заседания Лавров избегал общения с прессой и не раскрывал детали своего выступления на мероприятии. Встреча в Рио была направлена на формирование повестки дня предстоящего саммита G20 в Бразилии, который запланирован на ноябрь. Хотелось бы также напомнить, что на предыдущем саммите G20 в Индии страны Запада не смогли добиться принятия итоговой декларации, осуждающей действия России, так как большинство членов G20 не выразили поддержку этому требованию. По всей видимости, критика Лаврова и российные мероприятия в Рио была высказана лишь со стороны западных стран, в то время как большинство участников G20 воздержались от подобных замечаний. А как вы оцениваете реакцию главы российского МИД Сергея Лаврова на критику со стороны западных стран и мероприятий в Рио-де-Жанейро? Что, по вашему мнению, могло бы был служить причиной такого подхода со стороны российского министерства? Делитесь своими впечатлениями и мнениями в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Топ Арми, конечно же, не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.